всем доброго дня погода сегодня великолепная а воздух просто сказка но я сегодня не об этом на улице весна погода отличная и я сегодня покажу вам еще один салат с моей коллекции с коллекции такую коллекцию я могу вести до бесконечности поэтому что придумал то покажу сегодня я приготовлю один салат с содержанием спаржи спаржа у меня будет двух цветов так как сейчас в данный момент сезон спаржи и я решил ее приготовить в этот салат у меня войдут помидорный конкассе который я сейчас сделаю орехи здесь по вашему усмотрению какие вы хотите я сегодня добавлю кешью вы можете добавить арахис жареный соленый если у вас нет на него аллергии или другие любые орехи по вашему вкусу для начала подготовим помидоры для томата конкассе вырезаем попки делаем вот такой крестообразный надрез помидор готов я буду делать минимальное количество чтобы съесть за один раз вот из этих трех помидор я буду резать помидор на конкассе отправляюсь к плите так но вот и в кипящую воду и отправляю для бланшировки помидоры в это время я набрал уже чашку с холодной водой и если у вас есть лед можете им воспользоваться бланшировать помидоры я буду примерно чуть больше минутки но это зависит от того какие помидоры и насколько плотно сидит кожица на скажем так мясе помидора прошло буквально чуть больше минутки все я вижу что кожица отходит этого будет достаточно я вынимаю помидоры и сразу же прекращаю процесс варения их дальше при помощи льда и холодной воды если у вас нету льда ничего страшного в большом количестве воды можно прекрасно помидоры охладить так остывшие помидоры освобождаем от кожицы так разрезаем помидор на четыре части и удаляем сердцевинку сердцевинку не выбрасываем избавляемся от семян и нарезаем на вот такие некрупные кубики хотя знаете что давайте оставим так как есть помидоры готовы также в салат пойдет спаржа зеленая и белая как готовится спаржа вы найдете на моем канале ссылку я оставлю единственно что хочу сказать для салата я лично бы я спаржу вот белую готовил бы примерно 10 минут зеленую 3 максимум 4 минуты потому что для салата она все-таки должна быть немного аль денте если вам покажется поначалу что она слишком жесткая вы можете ошибаться потому что стоит ей немного полежать и она будет более податлива более мягкая да и количество всех ингредиентов вы как всегда найдете на моем канале спаржи в общей сложности я взял готового продукта 200 грамм то есть здесь вы можете сами комбинировать хотите ли вы только с белой или зеленый или стой и стой а готового филе помидора 150 грамм если так рассчитывать на на гостей сколько у вас гостей считайте примерно готового салата так чтобы заморить слегка червячка по 100 грамм на человека не больше и нарезая спаржу вот таким вот образом наконечники ни в коем случае не перерезать оставляйте их так как они есть это самое вкусное в этом овощи зеленую спаржу я закинул отдельно потому что мы будем салат мариновать в маринаде у нас присутствует уксус и уксус может очень негативно отразиться на зеленую спаржу она просто-напросто станет бурой и потеряет свой презентабельный вид поэтому мариновать мы будем белую спаржу с помидором а после того как этот процесс закончится а это будет зависеть от вас оставите ли вы на час или на два или на три или на сутки как салат про маринуется и вот только тогда перед подачей нужно будет добавить к нему зеленую спаржу убираю в сторону подготавливаю салатную заправку для салатной заправки я возьму свой базовый салатный соус ссылку на него я вам оставлю это тот соус который у меня находится постоянно в холодильнике из которого я могу в любой момент задать направление того или иного вкуса в данном случае я это буду делать эстрагоном или тарху нам название разные растения одно и то же значит смотрите тархун он сам по себе очень интенсивный поэтому его вот на это количество салата которая вам назвал в общей сложности 350 грамм но еще плюс орехи вот это вот количество будет вполне достаточно я вам не могу сказать сколько здесь в граммах ну принципе на камере все видно да и храню я зелень вот именно вот так в мокрой бумажной салфетки можно обернуть дополнительно пищевой пленкой ну так как у меня был оригинальный контейнер поэтому я этого делать не буду забрасываю листья тархуна стакан наливаю это будет вполне достаточно базового соуса ну и пробивая блендером готова когда просто имеешь такие заготовки в холодильнике то готовить на кухне доставляет одно удовольствие я бы готовил день и ночь да просто некому будет есть так сразу пересыпаю салат более крупную чашку потому что последствия сюда добавлю зеленую спаржу а эту я поливаю салатным соусом я могу сделать это обильно потому что если мне будет соуса при подачи слишком много я могу всегда в любой момент салат отбросить на сито и избавиться от излишков соуса все добавляю сердца добавляю еще немного соли почему немного ну потому что у меня в салатном соусе принципе соли достаточно но немного не повредит я все это перемешаю ну я отправлю мариноваться ну хотя бы на час салат у меня уже настоялся и я делаю последний штрих добавлю еще немного петрушки петрушку я также добавляю в конце потому что она тоже самое при воздействии с кислотой может потерять цвет не сильно не так как спаржа но тем не менее и нарезаю и так отправляю спаржу отправляю зеленую так обжаренные орешки кешью пробую на вкус полную версию чтобы я мог понять какой он у меня я не буду вам ничего говорить попробуйте приготовить вот тот момент о котором я вам рассказывал избавляюсь от лишней жидкости здесь как говорится кто на что гораст при подаче у меня на данный момент дома только лоло биондо сюда очень хорошо к этому салату подойдет рукула но у меня ее нет и специально за ней я не побегу но мне достаточно того что я это озвучил ну обычно я такой салат если я делаю на работе то я его подаю стаканчиках как ну вот то что самое вкусное это спаржевые головки они самые самые вкусные я активно помогаю себе руками руки у меня чистые и тем более этот салат для меня вы знаете что вот здесь вот можно добавить немного больше петрушки что я сейчас и сделаю а именно вот так немного крупно рустикально чтобы она тоже бросалась в глаза обычно присыпают зеленью стараются присыпать зеленью чтобы скрыть какие-то изъяны но в данном случае у нас изъянов никаких нет но это с моей стороны с вашей может быть вы что-то и найдете и вуаля да еще еще если кому-то мало кислоты можно всегда и и добавить ну что пошло и дегустировать хотя я уже это сделал салат прекрасный но что тут сказать если у вас есть все заготовки то делается такой салат в течение 10 минут если вам видео это понравилось вы знаете что нужно делать а я с вами на это прощаюсь и до новых видео тогда еще вы наверняка спросите а что делать сердцевинками от помидор но приготовьте с него соус ссылка на моем канале плейлисте соусы или можете пробить его блендером пропустить через сито и добавить в маринад для этого самого салата прекрасный вариант пока